Ну да. Ух, было тяжело. Так. Next. Субтитры сделал DimaTorzok Одна минута у нас. Олесь, а у вас фикус всегда так стоит? Или это для философского сада? Красиво. Здесь не может сказать, у него звук отключен. Так и будем думать. Так, что тут у нас? Так, ну что, ровно пять. Трансляция не запускается. Сейчас я всё равно запущу. Всё. Запустил. Так. Очень хорошо. Олесь, я вас подключил уже. Давайте проверим ваш звук ещё раз. Давайте. Всё, готово. Прекрасно. Ваше время. Остальные будут подключаться. Тихонечко я их буду модерировать. Или не будут подключаться. Или не будут. Это философская ситуация. Та самая. Ну да. Я назвал курс пролегоменного мышления, в общем, по довольно простой причине. С одной стороны, что только сейчас они называют мышлением. Уже появляется бизнес мышления, дизайн мышления, критическое мышление. И за этими множественными ярлыками, по сути дела, мышление благополучно почило в гвозе. По сути дела, исчезло. И что такое мышление, разобрать непонятно. И, пожалуй, уже таким, я бы даже сказал, дном непонимания мышления является доминирующая и модная ныне тенденция всё сводить к приставке нейро. Вот мышлением занимаются кто? Нейронауки. Понимаете, как это бы звучало? Живописью занимаются спектральные физики или химики. Ведь если вам сказать такое, вы же явно сможете предположить, что человек так говорящий, он не в себе. Но когда то же самое происходит по отношению к мышлению, все это спокойно сглатывают. То есть это является такой господствующей тенденцией, повторюсь. Сначала привели к лишению мышления своей сути, своего значения, всеми этими классификациями, бизнес, дизайн мышления, латеральное мышление и так далее. А затем благополучно добили мышление тем, что свели его к функции мозга, что является, в общем, совершеннейшей и безграмотной дичи для любого более или менее грамотного человека. Потому что совершенно очевидно, что очевидно для тех, кто хотя бы какое-то, пусть даже первое касательство имел к теме. Так вот, очевидно, что невозможно редуцировать мышление к своему субстрату, так же, как невозможно редуцировать живопись к спектральным свойствам краски. Музыку к акустическим свойствам звуков. И то, и другое предполагает некое иное измерение, в котором, собственно говоря, феномен мышления существует. На мой взгляд, эта ситуация практически катастрофическая. Обычно такого рода вещи, то есть, в такой глубины упадок происходит перед затуханием цивилизации. Нечто подобное было при гибели Пакс Романиака, то есть, мира по-римски, первого глобального мира, когда был боец, который называл себя последним философом. Потом какое-то долгое время была пустота, или, вернее, глухота, что более точно. Это же происходит сейчас. Я полагаю, что упадок мышления и следующее за ним забвение мышления уже можно считать свершившимся фактом. То есть, кто-то еще, возможно, припыхается, пытается нечто сделать, но цивилизация уже глуха. Куда уже отзвуки мышления не достают. Ну и, соответственно, я беру на себя, я не люблю слово «миссия», оно очень глупое и помпезное, но я беру на себя такое действие, как возвращение к истокам, к тому, что является мышлением по существу. Крайне мере, для тех, кто хоть как-то способен это воспринять. Ницше говорил, что задача выдернуть кого-то из стада, вот эту задачу я и пытаюсь по мере своих сил, пытаюсь, вернее, на этом курсе осуществить. И вот если мы обратимся к истокам мышления, то неминомо перейдем к тому этапу. Я не исключаю, что были и более ранние, но тот этап, о котором я сейчас буду говорить, и который получил свое выражение в истории человеческой цивилизации, был назван философом-психиатром Карлом Ясперсом в севое время. То есть это примерно X-XVI века до нашей эры, когда на фоне таких разрозненных локальных мифов стала возникать философия и одновременно стали возникать мировые религии. То есть буддизм, даосизм, ну и впоследствии христианство. Он тоже в определенном смысле является феноменом осевого времени. А в севое время хорошее слово еще и потому, что оно предполагает некую вертикаль. В вертикали отражается с одной стороны. Некая свершенность, некий центр, который оказывается не подвержен хаосу изменений. А с другой стороны, ось является источником какого-то движения. Того движения, которое бы не было спровоцированным и случайным. И если подойти к тому, что отличает мышление от немышления, которым был миф, ну и в принципе не только был и является, то можно сказать так, что первым и, возможно, главным освобождением мышления был вопрос об освобождении. Освобождение в том смысле, что в какой-то момент человеческое существо замечает, что окружающая его реальность или мир таков, что исключает существование самого человека. Намного позже, уже в 20-м столетии, в его середине немецкий философ Мартин Хайбеггер говорил, называл это состоянием заброшенности. Как вот попадание в мир, в котором для человека нет места. Почему нет места? По очень простой причине. когда мы говорим о месте, предполагаем, единственное, что это место уникальное. То есть, никем и ничем незаменимое. Его нельзя заместить привычками, его нельзя заместить какими-то родовыми устоями, его нельзя заместить правилами и нормами, идущими из прошлого. Это то пресловутое хик-эт-нунг, говорили римляне, то есть, то здесь и сейчас, в котором человек является незаменимым, незаместимым, невыводимым ни из чего, ни к чему не сводимым. Потому уникальным и потому, собственно говоря, живым. Поэтому вопрос мышления это не что иное, как вопрос реальности собственной жизни. в фильме Туда Филлипса «Джокер», который прошел в прошлом году, главный герой это формулирует очень точно. Всю жизнь я не знал, существую ли я на самом деле. Так вот, этот пафос существую ли я на самом деле является тем, побудительным импульсом, из которого вырастает мышление. И это свойственно практически всем первым мыслителям. Возьмем мы Грецию, скажем, Милецкую школу. Возьмем мы Китай, называемый 100 философских школ, которые в итоге выкриставили китайскую традицию, одним из основных элементов, которых стал даосизм. впервые выраженный в книге Лао Цзы, скорее всего, систематизатор, вряд ли, это был автор, который получил название книга о пути и его проявлениях. То есть Тао Тао Цзин, если говорить по-китайски. Вот это как раз подчеркиваю и повторяюсь, это был тот исходный импульс, из которого рождается мышление. Поэтому вопрос освобождения и вопрос подлинной жизни раскрывается как вопрос об уникальной жизни. Во многом по этой причине Аристотель говорил, что философия рождает из удивления. И здесь я, пожалуй, нарушу еще одно привычное противопоставление ума и чувств. В нашей культуре это достаточно распространено, в принципе, не только в нашей западной, что рассудочное нечто противопоставляется эмоциональному. В действительности противопоставление ложное. Если мы говорим о чувстве, как о том, что является для человека воплощением бесконечно обновляющейся, а потому незаконченной жизни, то в этом смысле чувства неразрывно слиты, сплавлены с мышлением. И даже не то, что сплавлены, пожалуй, я бы сказал так, что они неотделимы от него. Невозможно чувство без мысли. И по этой же причине, кстати, Эммануил Кант говорил, что идеалом мыслящего человека является человек полноценно чувствующий или более точный человек, душа которого полночувств. Поэтому я и говорю, что это противопоставление ложно во многом и чувства разума не противопоставлены ни в коей мере. Чувства это всегда эквиваленты незавершенной, а постоянно разворачивающейся жизни. В отличие от той жизни, которая завершена и потому мертва и предстает перед нами как какие-то родовые устои, родовые программы, как в конечном итоге мир, обладающий порядком, но при этом замкнутый, обреченный на вечное повторение одного и того же. Здесь фактически забегая, могу сказать, что в этом выражался пафос Ницше, который стремился от дурного повторения уйти. Так вот, я снова уточню, что задача мышления привести привести человека к реальности. То есть, с одной стороны уникальной, а с другой стороны вечно незавершенной и обновляемой жизни. Потому что иначе мы обречены на забвение нашей реальности, забвение реальности наших жизней, привычках, традициях, в худшем смысле этого слова. То есть, как в чем-то мертвом и клишированном. Опыте который точно так же отмечен печатью мертвого, поскольку является завершенным. И именно поэтому то, о чем я говорю, позволит мне сделать шаг еще к одной вещи, которая тоже будет возможно звучать странно. Это вещь может быть озвучена так. Мышление не имеет никакого отношения к логике. Когда мы предполагаем, что мышление это есть обучение определенным процедурам правильного вывода, предотвращающим ошибку, то хотя философских текстов безусловно логика присутствует, но она всегда вторична. ее задача оформить результаты мышления, но сама по себе логика никогда к мышлению не приведет. Это, кстати, к сожалению, утраченное ныне или почти утраченное понимание, потому что даже многие маститы философы нас по сути дела не являются философами, поскольку утверждают, что исходное мышление это рациональное, то есть логическое мышление. Таким является, например, Ахутин. философы, как он себя называет, хотя он логик, это неплохо, нехорошо, но это показательный пример, что для него, например, я уже занимался тавтологией, прибыл несколько раз примеры, но так уж получилось, простите. Для него исходная мысль является контролированным результатом какой-то логической процедуры. Но это неправда. Такого никогда не было. Если мы посмотрим на начало, я вновь вернусь к ранней греческой философии, то ее вопрос был вопросом о первооснове. Что значит первооснова? Первооснова всего человеческого мира. То есть того мира, в котором человека окружают какие-то вещи самые разные, но при этом сквозь это различие проступает некоторая основа, которая объединяет и мир, и человека. это основой ранние греческие философы называли стихией. Например, Фалес говорил, что первоосновой всего является вода. Тут уже вы можете видеть, что если подойти к такой мысли в точки зрения логики, то мы получим некую несуразицу. Какая же вода может быть, скажем, единой стихией для таких разных явлений, как земля, деревья, воздух, животные, человек, минералы. Можно приводить примеры к множеству. Что же в действительности подразумевалось под стихиями? Это, разумеется, не природа. Природа как объект физики, физических наук и подобное. Под стихией, подразумевалось тот своеобразный клей, который связывал вещи и мышление. Связывал каким образом? устанавливал их как порядок противостоящий времени, противостоящий в том смысле, что не подвержены разрушению. И стихия это основа в том смысле, что она является неразрушимой. Другие называли скажем аноксимен, аноксимандр, называли соответственно воздухом или апаэроном, беспредельным. В этом уже видно такой момент, что связать и дать порядок конечным вещам человеку может только то, что само является бесконечным. Это ключевая интуиция ранних греческих и не только философов. Когда мы говорим о стихии, то мы говорим о том, что является не имеющим предела. Понимаете, что таким образом вопрос, разумеется, не о воде в прямом смысле, как и не о воздухе в прямом смысле. стихия вот эта стихия это то, что с одной стороны позволяет быть конечным вещам, но позволяет быть им по той причине, что в каждой конечной вещи есть доля той стихии, которая делает эти конечные вещи живыми. подчеркиваю, живыми, то есть способными к обновлению. А потенциал обновления возможен только в том случае, повторюсь, когда есть есть нечто неисчерпаемое и не имеющее предела. Поэтому вот это и подразумевалось ранними философами, в частности грецкими, как стихии. Соответственно, мышление любое начинается со стихии. и прийти к этой стихии логически невозможно. Логически можно воспринимать, соглашаться или оспаривать не суть важна. Записанные философские тексты, но нету мысль, из которой эти тексты появились. Поэтому возникает очень странная и парадоксальная вещь. Мышление в некотором смысле вообще не является результатом человеческих человеческих усилий. Это парадокс. Нельзя собственными усилиями прийти к мышлению. Нельзя захотеть мыслить и мыслить. В каком-то смысле вот это стихия пришло человеку как откровение. Поэтому в и это часто забывают, потому что откровение, мы привыкли относить к сфере религии, забывают, что изначально это была именно сфера мышления, когда нечто открывается человеку, то, чему он в принципе не мог бы прийти как к результату собственных усилий. Невозможно собственными усилиями и собственной логикой прийти к той основе, которая не имеет пределов. к той основе, которая создает или прождает единство, единство человека и мира. Это всегда некое явление, которое торгается в человека и которое всегда оказывается больше самого человека, подразумевая под этим его конкретную персону, ограниченную довольно стоит признать, скудными рамками жизни, потому что каких-то 70-80-100 лет в сравнении с возрастом существования Вселенной это даже ни капли в море. на мой взгляд это практически утерянный для современной философии феномен. при этом я как раз и пытался вас обратить к тому, что то, что является контролированным, то, что является подчиненным вашей воле или каким-то логическим алгоритмом, это никогда не мышление. Мышление это то, что всегда другое. И когда я говорю другое, я прихожу еще к третьему феномену, связанному с мышлением, а именно мышление это то, что дает человеку шанс быть другим. Как уже понимаете, надеюсь, что дурное повторение, даже если это повторение длится неограниченно долго одного и того же назвать жизнью, а тем более уникальной жизнью, невозможно. Невозможно по той причине, что это продление будет именно не раскрытием, не развитием, а дурным повторением. То, что Гегель назвал дурной бесконечностью. подлинное обновление возможно только в том случае, если существует возможность выхода за свои пределы. выхода за пределы мира. Но в философии этот выход достаточно необычен. Это не выход куда-то. Это выход именно к никуда. Потому что как только мы выходим куда-то, это означает, что из одной ограниченной территории мы попадаем на другую. Буквально как варизм Станислава Ежелеца. Ну вот ты пробил свою стену, что ты будешь делать в следующей камере? Задача философии не причем изначально я снова говорю, что это задача спасения. Не перейти из одной камеры в другую, пусть даже эта камера окажется очень комфортабельной. А освободиться от камеры. А это означает, что выход за пределы это не куда-то, это именно никуда. к некому не месту, к той границе, за которой раскрывается не столько возможность чего-то конкретного, сколько это будет звучать странно-тофтологично, возможность неограниченных других возможностей. То есть это тот пункт, то пустое место, которое предполагает возможность бесконечного множества других мест, других миров и других состояний человека. То есть вот как раз я говорю, тот бесконечный элемент, который никогда не заполняется. и который в этом смысле в мышлении выступает не как мышление о конкретном предмете, а как пауза, как ничто, из которого как раз и появляются какие-то уже конкретные мысли. То есть мысли, имеющие свой предмет, мысли о чем-то. Но эти мысли о чем-то возможны только потому, что исходно появляется мысль ни о чем. или мысль ничто. И только потом уже мысли о мире, о человеке и так далее. по этой же причине философское мышление это всегда мышление о мышлении. именно по этой причине философия никогда не является системой знаний. Знание это уже конкретный мир, это уже какой-то конкретный вид человека в этом мире. Сувородотень или след мышления. Импус занимается наука. Именно поэтому Хайдеггер очень точно говорил, наука не мыслит. А это именно и только мышление в мышлении. Пустота рождающая движения. И именно к этой пустоте и совершается выход за предел. Или, говоря языком философским, акт трансценденции. Как об этом говорил представитель другой школы, тоже ранних, как называют досократические философы в Греции. Гераклит о логосе. Вам наверняка известна его фраза, что в одну реку нельзя войти дважды. У него есть другая фраза о логосе, который невозможно заметить ни тогда, когда он в вещах, ни тогда, когда он эти вещи покидает. Его нельзя зафиксировать. Его нельзя поймать. Я немножко не точно цитирую, на цитирую по смыслу. И вот тогда получается интересная вещь, что если посмотреть, что является в итоге продуктом философии, то продуктом философии является сама философия. с помощью нее нельзя испечь хлеб, с помощью нее нельзя, скажем, провести электропередачи. Философия в этом смысле всегда непрагматична. Но именно потому, что она непрагматична, она делает возможным все остальные, в том числе и прагматические вещи. Я уже не говорю о том, что первые науки, они как раз отпочковывают философии. Без взгляда на мир единое целое, в котором человеческая жизнь может обновляться, в котором человек может раскрываться и развиваться, следствием, подчеркиваю, сейчас важно, чтобы мы выловили этот момент, следствием этого появляется в мире закон, который связывает явления, многообразные явления, единое целое. и тогда уже эти явления, которые подпадают под целое, это уже будет в разных аспектах предметом науки. Но закон появился только лишь потому, что в мире существует человек или некто, пусть не обязательно человек, некто, способный мыслить, той способной в рамках своей конечной жизни раскрывать нечто за пределы этой конечной жизни выходящей, то есть элемент беспредельности, элемент бесконечного или стихии. И только тогда, как это не странно звучит, в природе появляются законы. эти законы не являются законами сами по себе независимыми от человека. Хотя для науки это именно так. Но именно потому, что наука не занимается совершенно, она занимается уже предметами, которые появились. А философия занимается тем, что предшествует появлению мира предметов. или, как сказал бы Кант, миру феноменов. И показывает, что у милии есть закон только лишь потому, что есть человек, который, будучи конечным, способен вынести в себе элемент бесконечного. И следствием этого появляется то, что все его преобразования не будут распадаться, а будут связываться в этом клее беспредельного. И, как следствием, будут появляться законы. А законы чего? Уже второй вопрос, который занимается наука. Это могут быть законы природы, которым занимается физика. Это могут быть законы общества, которым, например, занимается социология, ну, или так далее. Или, скажем, законы человеческой психики, которым может заниматься в каком-то смысле психология. вот эти элементы показывают в итоге, что мышление это основа человеческого мира. Причем человеческого мира в расширенном понимании. Это не только мир культуры, это и мир природы. И как только этот элемент пропадает, как только этот элемент занимается, заменяется чем-то вторичным, логикой, наукой, религии, возможно, отчасти, человеческий мир незаметно, но достаточно быстро начинает приходить к упадку и в конечном итоге к катастрофе. Вот это то, о чем я хотел сегодня поговорить, а сейчас я предлагаю перейти ко второй части, то есть к обратной связи. Пожалуйста. Я вот всем включаю звук специально, у нас будет намеренно. У кого дети кричат сильно или собаки гавкают, можно звук самим выключать. Да, и обращаясь к друзьям в фейсбуке, которые смотрят нашу трансляцию, вам еще, у вас есть еще время оплатить и присоединиться к нам в зум, чтобы задавать вопросы. Ну, а сейчас, может быть, по вашим конспектам, то, что чувствуется. Олесь, у нас полчаса еще есть? Да, отлично. Спасибо. Ну, опять-таки, вопросов, если не будет, то оттуда полно есть. Дякую. У меня есть вопрос. Меня слышно? Да, слышно. Как раз по поводу критики нейронаук и ориентированных на нее современных философий. Я знаю, что вы не любите Мэтт Сангера именно поэтому, но, однако, он в своем известном труде «Тон Олега» в последних главах провел эту перспективу, опираясь на исследования нейроучученных, на разработки связанные с исследованием мозга, он при этом ставил философские проблемы, говоря о том, что необходима новая оптика, новая онтология, новое воззрение и попытался вернуть, опять же, мысль к исходной философской проблематике о местечке человека в мире. Как вы считаете, не есть ли современное состояние философии без, скажем, уже ставшей шприцевой языцах аналитики, скажем, той самой философии? Вся проблема в том, что тот же Метцингер, как и любой на самом деле философ, так называемый представитель аналитической философии, он опирается на факт, на позитивный факт науки, то есть факт, который может быть проверен, верифицирован на некую предметность, в частности, на предметность, натуральность человеческой нейрофизиологии. То есть это уже не стихия. Там нет того элемента бесконечного, который бы мог объединить заново человеческий мир и природу. Там происходит просто редукция и не в первый раз мышления к нейрофизиологическим процессам, которые могут иметь какой угодно, пусть даже как у Метцингера, какой-то голографический эффект, но все равно это получается таким ограниченным локальным феноменом. И за пределами этого локального феномена у Метцингера нет ничего. Поэтому я не могу сказать, что это философия в принципе. Ну вот такой будет ответ. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Олесь, можно ли назвать человека приближенным к мыслящим, если он стремится к устойчивости в мире через изучение природы, через вот как раз попытки почувствовать ее, найти эту устойчивость, которой нам не хватает, вот через чувство к природе, если вы понимаете. Вся дело в том, что стремление к устойчивости это в каком-то смысле отказ от мышления, потому что это стремление найти опору, которая устойчива только потому, что это опора прошлого. То есть это нечто уже существующее, а не то, чего нет, и что только на пороге возникновения. Когда Арберт Эйнштейн говорил, что занимается физикой для того, чтобы выйти из круговорота бессмысленной обыденной жизни с ее бытом, с ее политикой, с ее повседневностью, он говорил как философ, потому что он в физике искал тот бесконечный элемент, который объединяет мир природы и мир культуры. Который объединяет мир и человек. И если это то, то тогда я с вами соглашусь. Но если это попытка найти устойчивость, а человек находит устойчивость только в том, чем он может управлять и что он может контролировать, то тогда это скорее некое антифилософское действие. Поэтому и популярны нейронологи, что они дают некий некую заманчивую перспективу управления своим сознанием, его апгрейд с помощью какой-то кнопки или лекарства, да? Генетической процедуры. А если человек не стремится управлять и контролировать? Ну, допустим, если человек, способен ли вообще человек и были ли такие случаи, когда он чувствовал природу настолько, что даже новое, то, что появилось, ну, то есть человек сам это часть природы, поэтому когда это в балансе, в равновесии, когда он не пытается захватить властью, захватить мир, когда это такой баланс, то, может быть, это как раз возможно идти в гармонии и при этом... Я как раз говорю, что в точке зрения философии человек не часть природы, человек даже не часть самого себя. Он в природе видит, как Эйнштейн, нечто большее, бесконечный элемент, который одновременно видит и в своей мысли. Как раз и получается то, как определял мышление Пармени. Бытие и мысль, ее различающие, есть одно. Спасибо. Скорее, комментарий вы просто ответите на него да или нет, если возможно, для новых слушателей. Философское мышление и мышление вы различаете сегодняшний разговор. В данном случаях я хочу сказать, что комплекс сетавтологии. Мышление в изначальном смысле философское и никакого другого мышления нет. Какое я не услышала? Мышление есть только философское. А, философское, мне плотское послушать. Нет, философское. Философское мышление это есть мышление как таковое. Все остальное может быть чем-то, процедурами, расчетом, анализом, но это не будет мышлением. И получается, что для мышления никто не закрыт, поскольку нет никаких профессиональных критериев и критерий верификации, да, это именно то, что может случиться с человеком вне зависимости от уровня его. Это то, что может случиться с человеком, но для того, чтобы случившееся было замечено и затем развернуто в мышлении как раз нужна философия. И в некотором смысле мужество к философии, потому что это достаточно рискованное занятие. И в этом смысле оно, безусловно, не для всех. То есть мы здесь приходим опять же к разделению на тех, кто в состоянии и тех, кто нет. И здесь либо талант повезло, или человека выбросила судьба на тот порог, где он вынужден мыслить, либо это предмет тренировки, ну, предположим, если мы возьмем даже такой термин, как бхавана, да, это буквально бытийствование, да, вот то, что буквально переводят как медитация у нас, то есть это присутствие в бытии, исследование своих основ, и это то, что может быть, скажем так, тренировкой, да, пребыванием в мышлении для человека, у которого недостаточно может быть там мужества, способности и сил для того, чтобы мыслить трезво и честно. Может, так, да. Олесь, а у меня будет вопрос к уникальности как характеристике мышления. Я прошу прощения, я вас перебиваю, я хочу уточнить, потому что здесь важны точные дефиниции. Уникальность – это не характеристика мышления, а унитальность – это естественное свойство жизни порождаемое мышление. Да, тогда я в верном ключе веду вопрос. Если научение, процесс научения считать процессом принятия опыта предыдущего, как мёртвого опыта, то в какой точке включается то самое уникальное мышление, когда его можно считать уже мышлением «я»? Можно ли это сравнить с процессом некого включения «я», включения духа в процесс жизни, который уже от этапа научения переходит к этапу собственного проживания через мышление? Дело в том, что вторжение мышления в человека происходит до начала обучения. Обучение возможно только тогда, когда уже мышление вторглось, как это ни странно звучит. Сказать не могу именно так. Если не вторглась, то любое обучение бесполезно. Такой пример, который был когда-то у замечательного писателя Василия Искандера. Несколько хозяев готовят борщ абсолютно по одному рецепту. Все те же самые ингредиенты и в тех же самых количествах. Почему одной получается уникально, вкусно, а у другой по-моему? Вот можно ли научиться? Нет. Нельзя. Вот это парадокс, который потом был философией, выражен в парадоксе германифтического круга, парадокса понимания. Понимает только тот, кто уже понимает. А тот, кто не понимает, не поет. А сравнимо ли это с потоковым состоянием? О нем тоже много говорят, что достигаешь потокового состояния, и все идет само. Жизнь налаживается эмоциональная, с логическим, включает то... Самое важное, что вы хотите этим вопросом достичь. Если вы хотите сравнить одно с другим, то что это вам даст? Какая цель? Тоже действительно ли это? Ну, скорее, если потоковое состояние более знакомый термин, я пытаюсь для себя сравнить мышление. А это означает, что тогда вы будете пытаться совместить термины с чему-то знакомыми, а это как раз от мышления уводим. Спасибо. Не за что. Лесь, скажите, пожалуйста, для возникновения ситуации мышления необходимо, чтобы человек уже был погружен в язык. То есть, если существо человеческое, предположим, это, например, Маугли, не обладает... Ну да, понятно, что Маугли условно в мышление не войдет. То есть, человек должен обрести язык и для этого он должен быть воспитан в человеческом сообществе и в возрасте. То есть, без этого мышления как откровения невозможно ни при каких обстоятельствах. Ну, скажем так, нет среды. Корабль может плыть по воде, он не может плыть по песку, но однако же это существо условно без языка, оно имеет стихийный опыт, оно погружено в энергию бытия, оно какие-то процессы претерпевает, оно как-то на них реагирует. У него есть какая-то пластика, которую можно отдаленно называть мышлением или неким аналогом. Не так ли? В чем вопрос, Александр? Мне интересно, есть ли какие-то, не знаю, пограничные состояния, которые мышлением в полном смысле названы быть не могут, однако к нему как-то тяготеют? Я понял, я понял, не бывает недомыслей. Точнее, она бывает, но это то, что никогда не станет мыслью. Как опять-таки упомянутый мой парменид, элиаты, школа элиатов, когда говорил, что бытие есть, небытие нет. В том смысле, что то, чего нет, не может стать тем, что есть. Как замечательный философ в театре Антоне Нарто говорил об абортированной зародыши, которые никогда не станут взрослым организмом. Они могут расти, но это будет разросшийся зародыш. Точно так же недомысль она будет растягивающейся недомыслием. Это на самом деле довольно зловещее явление, но оно никогда не станет мышлением. А почему язык стал почвой мышления, если я правильно поняла? Почему именно это среда, язык среда? Может быть, мы чего-то не знаем и даже в микромире? Мы же говорим на языке, который нам понятен. Получается, мы просто можем не знать других языков и другого мышления. Вопрос по языке подразумевает о том, что в составе мира есть некое измерение, в котором можно выражать и связывать продукты мышления, результаты мышления. Вот что такое язык. Язык – это принцип проявления, проявление, которое имеет взаимосвязь внутрь себя, а не какой-то конкретный язык. А если не язык, в каких формах еще тогда проявляется мышление? Я же говорю, что когда мы в любом случае ведем речь о упорядоченном мире, мы неизбежно оказываемся в измерении языка. Язык – это способ выражения порядка. Не выраженный порядок он, не существовавший порядок. тем не менее, если говорить, например, о философии языка, а такие были попытки в семиотике и прочих, философски эта попытка недостаточно состоятельна, потому что изучается язык и семиотические и символические системы как феномен, но они уже производны от ситуации мышления. Ну как, есть ведь грамотная философия языка. Вспомним Гумбольта, вспомним Фординанда де Сассюра, того же Фройда, которого тоже относят вообще к философии языка. Иное дело, что есть чисто лингвистические или такие квазиматематические подходы к языку, как это действует, делают аналитические философы, это, конечно, тогда получается, что язык превращается в грамматику. Вот так. Олеся, вы сегодня говорили, что прагматика и философия несовместимы, то есть философия непрагматична, поскольку продуктом философии является сама философия. Однако, я встречаю выражение и даже уйму статей, и даже имена среди прагматичной философии, так называемой, или действительно существующей. Вы можете какие-то ремарки сказать по поводу этого направления, потому что это попытка, насколько я понимаю, это попытка неких мыслителей, я не буду пока их называть философами, но это попытка неких мыслителей сделать некие открытия философии или некие законы, открытые философами, полезными для людей в их непосредственной деятельности в жизни. То есть, по сути, это такой дар от философов, которыми быть могут не каждые, людям, живущим, которые философами быть не собираются. Значит ли, вопрос мой, значит ли, что это имеет право на жизнь и можно доверять такому явлению, как прагматичная и прагматическая философия? Я ведь специально сделала акцент на том, что философия, будучи непрагматической, тем не менее, является основой того, что, возможно, прагматика. Потому что было такое направление философии, прагматизм, если вспомнить Чарльза Сандерса Пирса, вспомнить Уильяма Джеймса, который писал на Горбазе религиозного опыта, то там прагматизм имел немножко другое значение, не утилитарное, а в том значение как нечто помогающее жизни. Как я уже сказал, философия помогает жизни. И в этом смысле она она, будучи добавленной в любую деятельность, дает этой деятельности импульс, повышающий эффективность. Но сама философия непосредственно прагматичной не является. Именно поэтому она так и полезна для остального. тогда естественный вопрос, кто может быть носителем с учетом нашего с вами диджитал времени, когда отделить хорошее от плохого совсем детским языком сейчас спрошу, как отличить носителя философских знаний, которые приносят ко мне через книги, через лекции, мастер-классы. Если бы я сейчас открывал философскую школу и начинал бы приглашать туда спикеров, на какие мне ориентироваться знаки, что эти спикеры могут рассказывать про философию людям, не практикующим таковую? То же самое непрактикующую философию это может дать импульс к обновлению их жизни. Уточню еще раз вопрос. Есть люди, мы об этом договорились несколько раз, которые практикуют философию, могущие быть философами. Так? Так. Есть люди, которые не могут быть философами. философами, сколько бы они не читали историю и философию, сколько бы они не пытались присутствовать в неких мастер-классах по философии. Так, ну вот это два разных вида людей. И те, и те никак не влияют на то, существует философия в мире или нет. однако люди, которые не могут практиковать философию и не смогут стать так называемыми профессиональными философами, они бы хотели иметь доступ к знаниям, переведенным для них. Так вот, этими условно переводчиками как сделать философию прикладной? Тут нужны переводчики, нужны конкретные люди, которые обладают конкретными навыками. Получается, одной ногой они должны эту философию изучать и практиковать, быть на том уровне практики, на котором находитесь вы, а другой ногой должны умудриться понятную для людей языком философию сделать прикладной для жизни людей. Я могу сказать так, это невозможно вот по какой причине. Давать людям тем, кому это нужно потенциально, но которым не являются профессиональными философами, не профессию. Могут только сами философы. Помните наш разговор, когда некоторые люди, которые обозначают себя как философы и их люди таковыми воспринимают? Вы говорите, нет, они не философы, они, например, ньюэджисты. Да, так вот невозможно. А как мне читателю понять, они философы или они ньюэджисты, например? То есть, то, что они говорят, например, не является философией в чистом виде, а является смесью, дикой эклектикой всего на свете, включая религию? На этот вопрос я могу ответить так. Философия убирает привычные опоры, неуэджисты привычные опоры укрепляют такими дополнительными подпорками в виде духовности и прочее. Хороший критерий. Олесь, у меня еще будет вопрос к вашему тезису о мышлении как необходимом условии для развития цивилизации. Сейчас цивилизация, можно сказать, в упадке, потому что мы наблюдаем упадок мышления. Можно ли говорить о каком-то проценте человечества необходимым для расцвета цивилизации или как можно оценить? Как-то Кант говорил, что к мышлению человеческой жизни способна одна сотая процента человечества. По-моему, это социолог, он был, по сути, и философ Никлас Луман. Коммуникационный подход к социологии очень такая сложная, интересная у него концепция. он говорил следующее, что должно быть представлено в культуре 3% мыслящих. Если этого нет, значит, цивилизацию будет, на нее обрушится кризис. коротко говоря. Вот так я могу ответить. А к мыслящих посчитать? Первый, второй. Наверное, посчитать это невозможно, но возможно посмотреть на состояние культуры, на состояние общества. общества. Вот очень хорошо это описано у писателя латиноамериканского Варда Сульоса в статье «Цивилизация спектакля». Я, кажется, когда-то приводил в чате культурных людей. Там очень хорошо объяснило, что если, например, еще в 60-е, 70-е годы, середину 80-х, где-то еще прислушивались философом, только к кому прислушаться сейчас. Кинозвездам, спортсменам, политикам. Это показатель. Теперь еще к блогерам, лидерам мнений. Я немножко иронично говорю. Поскольку у нас курс планируется из нескольких встреч. Да. то на сегодня я предлагаю завершать. Окей. Все-таки это пролегамены, иначе мы тут сейчас все обсудим. А и так нельзя. Торт надо есть аккуратно. Можно еще один вопросик? Крутился просто тут. Да, да. Вы сказали, человек в какой-то момент замечает, что мир или реальность исключает существование человека. В данном случае человек тогда кто вообще в мире? если он не соединен с природой? Кто это? Что это? Почему оно появилось, это человечество на этой планете? Яна, не совсем поняла ваш вопрос. Вы пришли от одной части к совершенно другой. Ну, я так поняла, что вот вы говорите, человек в какой-то момент замечает, что мир или реальность исключается существование человечества. То есть человек, человека, человека. А его самого, ему нет места? Да. И я дальше пошла мыслью с тем, что человек это не часть природы. А при чем тут природа? Вы сказали? Ну, потому что мир это природа. Нет? Ну, не только мир, это и социальный мир. Это мир культуры. А человеку кажется, что он чужой и там, и там, потому что и то, и другое это мертвый мир. Мир природы это мертвый мир? поняла? Да. Мир, который существует законный и который исключает появление нового. Это мертвый мир. те законы, которые исключают появление нового. То есть все, что появляется в этом мире, это последствия опыта старого, да? Да, это то, что вытекает из прошлого. Значит, то, что вытекает из умершего. То есть, если сюда падает какой-нибудь кусок планеты или там что-то и приносит какой-то микро новый мир и создается что-то нечто новое, это уже можно считать... Но дело в том, что он не упадет, он не упадет, и создается нечто микро новое. Он упадет, он создаст расколотый, ну, грубо говоря, расколотый рельеф, да? какую-то геологическую катастрофу. Ну, это как когда-то было, например, да, что случайности они не ведут к новому, случайный порядок. Например, да, что какой шанс того, что обезьянка, печатающая на машинке, напечатала бы случайно Гамлет, а там время больше существования Вселенной в итоге по статистическим показателям это точно так же и шанс нового в результате каких-то рекомбинаций старого. Это примерно то же самое. То есть это нереально, невозможно. Спасибо. И хорошая новость в том, что только у человека есть возможность это новое создать, поскольку только человек является существом, могущим выйти за пределы своей жизни. Я не знал, какой человек, потому что, во-первых, мы не знаем, какой человек, но речь идет о том, что мы живем в человеческом мире, да, поэтому может быть о себе в этом смысле. Мы не знаем других существ, но можем быть, что если мы можем жить, то можем жить только благодаря мышлению. не благодаря логике, а благодаря мышлению. ну и думаю, теперь мы действительно можем на сегодня завершать. Браво! Благодарю вас до встречи! Всего доброго! Счастливо! До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует...